Меньше недели остается до одного из главных политических событий года. Уже 17 сентября начнется голосование за кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии и Госдумы России. Какова предвыборная обстановка в нашем регионе, обсудили на заседании Общественной палаты Республики. Эксперт независимого общественного мониторинга Владимир Тимофеев отметил, что всем партиям и кандидатам были представлены равные возможности для предвыборной агитации. В печатной площади и эфирное время в государственных СМИ, в том числе и на телевидении. Исходя из опыта политологов, те партии, которые по максимуму использовали такую возможность, значительно увеличивают свои шансы перед выборами. Интрига в том, что впервые за долгое время в этом году есть вероятность пополнения состава и федерального, и республиканского парламентов партиями-новичками. Если они получат больше 3% голосов, отметили члены Общественной палаты Чувашии. На заседании также обсудили участие общественных наблюдателей в выборном процессе. Сейчас идет их подготовка. Осталось обучить лишь тех, кто будет работать на избирательных участках в Чебоксарах. Всего в регионе будет более 2200 наблюдателей. На каждый участок предполагается делегировать по два подготовленных специалиста, которые будут следить за ходом выборов. У нас сформированы мобильные группы. Мобильные группы в течение всех трех дней будут выезжать на участки, смотреть в случае инцидента. Они выезжают в течение, мы рассчитываем, 30 минут до УИКа. И наблюдатели, которые получают информацию от мониторинговой группы и публикуют сами информацию, что происходит на участке. Каждое, примерно, мы рассчитываем 4 часа, мы получаем от них информацию, развернутую, что произошло. Продолжение следует...